Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире МТК-видео мы вновь подводим итоги минувшей недели. Я Юрий Проскоков. Разумеется, в центре событий непогода. Метровые сугробы, плюс два по утрам, восьмой циклон с ноября. Статистика стала рекордной, а последствия большой проблемой. Про магаданскую девятиэтажку рассказали на НТВ, Пятом канале и других федеральных СМИ. К сожалению, не в лучшем свете. Дом 81 на набережной прославился тем, что под его стенами едва не погиб ребенок. Женщина выходила из подъезда с двумя девочками на руках. На младшую в этот момент упал смершийся снег. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу. Ее состояние на сегодняшний день тяжелое, но с положительной динамикой. Травма серьезная. Закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа с ушибом головного мозга. Следственный комитет завел уголовное дело. По предварительным данным, ответственность за произошедшее несет управляющая компания, которая вовремя не очистила кровлю от снега и сосулек. Родители сконцентрированы на здоровье ребенка, виновных они пока не ищут. Я не знаю, я достаточно долгий период времени живу в этой квартире. В доме никогда ничего подобного не происходило. Это было очень неожиданно, секундное дело. Наверное, те, кто должен был счистить все это, наверное, когда все более-менее станет известно с состоянием ребенка, что-то будем предпринимать. После ЧП на набережной реки Магаданки очистка крыш началась повсеместно. В первую очередь на школах, детских садах, больницах и прочих объектах с массовым пребыванием людей. Сбивали сосульки, зависшие над тротуарами. Но не всегда работа коммунальщиков находила положительный отклик у магаданцев. Таким образом, житель одного из домов на Гагарина реагировал на предупреждение о падающем снеге и сосульках. Крышу 52-го дома чистил подрядчик управляющей компании Реу-3. За день промышленные альпинисты успевают отработать не менее пяти многоэтажек. В Соколе и Уптаре 57 домов уже почистили. Говорят и спасибо, но некоторые мешают. Вот машины возле дома стоят, а сосульки бывают огромные. Летят, может, на машины. Ну, мы обходим стороной. По всем фронтам коммунальные службы давали отпор настойчивому японскому циклону. С ноября это была уже восьмая атака с неба. Сугробы выросли до полутора метров. За сутки Гылут вывозит с улиц города полторы тысячи кубометров снега. Это примерно 100 самосвалов. Сыпет и сыпет. Не вывезем. Не вывозим просто. Все же работают, не стоят. Так что... Ну, ехать можно? Можно. Так что... Ну, сейчас дороги берем, потом дворы начнем. Гылут и КЗХ уже третью неделю работают в круглосуточном режиме. В общей сложности улицы города одновременно чистят до 50 единиц техники. Самые проблемные участки – дворы. В снежной каше застревала даже спецтехника. По словам коммунальщиков, необходимо похолодание, чтобы снег схватился и можно было начать работать на придомовых территориях. По той же причине не удается своевременно вывозить мусор с контейнерных площадок. Работаем в полной взаимосвязи с предприятиями КЗХ и Гылут. Они предоставляют нам технику, потому что без техники во дворы, скажем так, даже нечего делать там. И все же основная борьба с последствиями циклона развернулась на дорогах города. Застревали даже большегрузы. В понедельник в Магадане похолодало до минус 15. У коммунальщиков появилось время, чтобы навести порядок. Уважаемые телезрители, продолжаем нашу программу. И к ней присоединился мэр города Магадана Юрий Гришан. Здравствуйте, Юрий Федорович. Добрый день. Я, насколько понимаю, на прошлой неделе, наверное, была одна из самых сложных семидневок за всю вашу бытность мэром. Ну, она у меня началась вообще очень интересная. Я прилетел в Магадан тем самым рейсом, когда начался этот весь коллапс. Это было и связано с метеоусловиями. Была очень сложная посадка, действительно, самолеты. И именно в этот день еще и дополнилось тем, что начался 26 числа вот этот циклон, который прекратился только вот в ушедшую субботу. Еще 3 числа в Магадане шел снег. 2 числа у нас выпала месячная норма осадков. И вот только сегодня второй день, когда у нас безоблачное небо над Магаданом, и когда действительно в полную силу могут приступить коммунальщики к ликвидации последствий циклона. Но мы живем на севере. Это наша родная земля, Колыма. Она преподносит разные сюрпризы. Но я вам хочу сказать, что за все свои шесть десятков лет, которые я прожил в Магадане, я такого снегопада не видел никогда, чтобы такое количество снега единовременно обрушилось на город Магадан. Кто-то испытывает проблемы, их большинство, кто-то испытывает радость. Это наши спортсмены, наши любители зимних видов спорта, наши снегоходчики, которые в предстоящие ушедшие, вернее, зимы не смогли даже поспользоваться снегоходами. Вот я вчера наблюдал на 14-м километре, там около 10 единиц тралов стояли, которые привезли снегоходы. Люди наслаждаются тем, что у нас есть. Ну а если говорить вот о коммунальной теме, то сложно приходится коммунальщикам. У нас в городе Магадане около 1050 многоквартирных жилых домов. Это, следовательно, более тысячи дворовых территорий, которые находятся сегодня, безусловно, в неудовлетворительном состоянии. Потепление, которое пришло вместе с циклоном, создало особые трудности для уборки. Невозможно было даже технике работать во дворах. Мы поэтому объяснили, что как только температура воздуха понизится, ну хотя бы на 5-6 градусов, что сегодня произошло, техника зайдет во дворы. Но за выходные мы до конца не отработали учреждения социальной сферы. И выявилось еще ряд учреждений здравоохранения, которые мы по договору обслуживаем. Поэтому сегодня комбинат зеленого хозяйства заканчивает окончательно социальную сферу. И завтра мы беремся за дворовые территории, потому что на контейнерных площадках на сегодняшний день коллапс. К ним не подъехать. И, кстати говоря, даже там, где были, в общем-то, расчищены, я вот общался сейчас с руководителем РАУ-3, Натальей Николаевной Коротоножкиной, не смогли подъехать машины к контейнерным площадкам. Все-таки мягко очень во дворе, они буксуют. И приходилось привлекать дополнительную технику для того, чтобы эти мусоровозы вызвали из снежного плена. Завтра, думаю, ситуация улучшится. Она и сегодня уже улучшается. Я разговаривал с руководителями наших перевозчиков мусора и со спецавтохозяйством, и с чистым городом. Процесс пошел. Уже сегодня порядка 10 единиц техники ушло на полигон Магаданский, где складируются коммунальные отходы. Завтра с мусором, я думаю, мы почувствуем, что город начинает отряхиваться от этой составляющей последствий циклона. Юрий Федорович, вообще к разговору об управляющих компаниях, как охарактеризуете их работу? Насколько оперативно они включились в процесс? По-разному. У нас в городе Магадане 13 управляющих компаний. Кто-то привык работать уже давно и понимает, что спрос к ним очень серьезный. На население люди хотят платить деньги и видеть результаты труда, и есть такие результаты. Я хочу сказать, вот РЭУ-3, они у нас передовики вообще-то, они имеют собственную технику. Управляющая компания 31 квартал тоже имеет собственную технику. Обслуживающая организация города Магадана, они привлекают технику, но с дворами справились по последнему седьмому циклону. В принципе, до начала восьмого дворы были расчищены. Есть такие управляющие компании, которым очень много претензий, но есть сегодня и муниципальный жилищный контроль, есть государственная жилищная инспекция. Проверяет и прокуратура без конца качество работы управляющих компаний. Думаю, что общими усилиями мы подтянем их к тому, чтобы все-таки дворовые территории привести в порядок. Мы почему сегодня получили график работы управляющих компаний по дворовым территориям? С тем, чтобы привлечь дополнительно и нашу технику, комбинаты зеленого хозяйства и Галуда, особенно по выходам из дворов, где уже территория не жильцов многоквартирных домов, а это муниципальные, но чтобы это все было в комплексе, чтобы то, что делает управляющая компания, дополнялась совместной работой с КЗХ и Галудом. У нас большая проблема – это подкровенное наледи образование. Работает МЧС, работают управляющие компании, подключили вышки Горсвета, работают и региональные силы МЧС. Но вот сейчас я объехал по городу, есть очень много проблемных мест. Я бы хотел, жители города Магадана, эти адреса, особенно где свисания идут над пешеходной зоной, отзванивали по телефону 112, куда будут немедленно отправляться спасатели, куда будут немедленно отправляться управляющие компании, с тем, чтобы избавиться от этих опасных предметов, которые висят над головами горожан. Юрий Федорович, несколько сменю тему. Ну, в принципе, опять же, отталкиваясь от темы циклона, вы говорили, что нужно из всей этой непогоды извлекать пользу. Наверняка горнолыжники магаданские извлекли. Да, у меня очень много пришло вчера сообщений, и самое главное, что у нас новинка появилась. У нас теперь в Ютубе можно посмотреть в реальном времени, что происходит на горе. Очень хорошие отзывы, потому что гора была подготовлена хорошо, и трассы хорошие. А про снегоходчиков я уже вам сказал. Они тоже испытывают радость. И лыжники накатали трассы и в Черемушках, и лыжня энергетиков подготовлена, и на Гороховом поле. Мы готовимся, кстати говоря, к всероссийскому дню лыжного спорта, лыжня России, поэтому думаем, что трассы в этот день будут хорошие у нас. В этом ключе, думаю, стоит упомянуть о 16 миллионах, которые предполагается потратить на РГШ, создать базу, необходимую для проведения масштабного турнира. Я хочу сказать огромное спасибо вообще правительству, лично губернатору, который в последнее время выделяет очень серьезное внимание развитию зимних видов спорта. Вот вы назвали цифры этого года, а у нас еще и деньги хорошие были в 2017 году. Это 33 миллиона. Это закуплены два новых подъемника, которые, к сожалению, мы не успели установить. Они будут летом установлены. Но это серьезное подспорье к решению вопроса развития. Нам выделяют деньги и на проектирование трамплина нового в городе Магадане. Поэтому к зимним видам спорта, как и должно быть на севере, чтобы у нас не получилось, как в Южной Корее сейчас, что зимняя Олимпиада, а снега нет. Это, конечно, нонсен. Надо было у нас проводить самое место для проведения Олимпийских игр. Коль вы упомянули о Южной Корее, вот результат создания этих условий для занятия спортом вылился в то, что мы имеем. Магаданская спортсменка будет выступать в Кенчане. Как к этому относится? Вообще это очень хороший результат. Мне он особенно приятен, потому что я многие годы возглавлял Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Сашенька выросла, конечно, я ее знаю с седьмого класса. До этого, как она начала заниматься прыжками, еще и не было в Олимпийской программе. Воменджамп, это только сейчас появилось. Но вот она и этот этап как бы прошла, и этот вид стал олимпийским, и она вошла в состав Олимпийской сборной России. И я так имею право говорить, потому что, несмотря на все эти инсинуации, которые происходят вокруг Олимпийских игр, все равно это наши спортсмены, все равно это наша Саша, Магаданская область, город Магадан, Российская Федерация. Я хочу пожелать ей искренне хорошего результата, а лучше всего победы. Спасибо, Юрий Федорович, уважаемые телезрители. Я для вас уточню, что речь шла об Александре Кустовой. И мы обсуждали циклон, а перешли к Олимпиаде, к зимней. В общем-то, извлекли из циклона пользу. Спасибо, Юрий Федорович.